Друзья, доброе утро! Мы находимся в Ришакеши. Сегодня у нас свободный день. Должен быть рафтинг, но я передумал, я не поеду на него, не хочу мерзнуть. Просто хочу погулять, посмотреть, поснимать пляж, чтобы отдыхать. Мы с вами остановились в отеле «Резидент», «Орион Резидент». Сейчас вам его покажу. Вот здесь он находится, вот его название. Нормальный отель в принципе. Единственное, что шумно, потому что здесь проходит дорога и постоянно ездит машина, надо спать в берушах. Чистенько, аккуратненько в нем я вам показывал. И здесь вот по этой дороге мы спускаемся прямо в город, в центр Ришакеша и дальше там через мост. Можем гулять куда хотим. Вот так вот лошадки, пони. И вот так вот тоже люди живут. И много так живет в палатках таких вот из пленки. Под открытым небом вдоль дорог. Здесь люди в городе. Вот такая вот красота по дороге встречается. Не знаю, что-то ошрам, наверное, а может быть. Почти две недели в Индии, друзья. Никаких проблем. Постоянная активность. Посчитали, что за три дня по горам 80 километров прошли. Даже с тяжелыми рюкзаками. Иди, прости. Окей. Ну вот и все. Мы прощаемся с Ришакешем. Отправляемся в Рапорт Дели. Поехали домой. 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 Вы хотите домой, друзья мои? На Родину. На Родину. Мы хотим домой. Хлеба, чеснока, сала. Дима, страшно ездить по дорогам. Индийским. Видишь, я двумя руками держусь. Стремно, да? Да. Первый день было страшнее. Уже попустило, да? Уже не так страшно. Птичку жалко. А вот Сергей, он просто даже пересел. Потому что его нервы на последние дни выдержали. Береженого Бога бережен. На всякий случай, да? На всякий случай. Нет, просто все дело в том, что Сергей устал биться головой об лобовое стекло при торможи. Вот мы уже в самом Нью-Дейли. Едем. Бежут, и здесь, конечно, трэш. Дима, а что ты маечкой прикрываешься? Что-то как-то запах испортился. В каком смысле? У тебя проблемы с животом? Нет. Это, наверное, уйдутся проблемы с животом. Дышать нечем, да? Да. Глаза не режут? Начали все слезиться. Начали слезиться? Да. Ребята, у кого еще глаза слезятся? Дышать кому нечем, да? Меня вообще вырубило. Сознание потерял, да? Короче, запахи здесь еще те. Кто был в Паттайе, меня поймет. Друзья, мы в аэропорту Нью-Дейли. Сейчас вам покажу. Аэропорт большой. Несколько терминалов. Это терминал третий. На машине, если подъезжать, то вам, в принципе, не надо как знать. Там оплачивается 30 рупий, вы въезжаете на территорию аэропорта. И здесь выгружаетесь или оставляете машину на парковке, если тут парковка есть, не знаю. Сейчас покажу вам внутри. Запускают в аэропорт за три часа, как правило, до вашего вылета, чтобы не создавать пробку. Сейчас попробуем зайти в паспорт с собой сразу же. Ну, вот он сам аэропорт. Ну вот, видите, проверяют билеты, как я говорил. Электронный билет. Если у вас вылета еще рано, могут не пустить. Вот Настя, например, у нее вылет в пять. Ну, пустили. Отлично. Ну вот, меня тоже пустили. Проходим дальше. Теперь, ребят, все как обычно. Упаковка багажа. Информационное табло. Слоны стоят. Ничего себе. Давайте найдем наш рейс. У нас там в час хвостиком вылет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, Москал, час тридцать. Open. Ров, аж. Значит, у нас где-то там, где аж. Ну, пойдемте искать аж. А вот упаковка багажа. Сколько стоит? 350 рупий. Пять баксов. Все как везде. Упаковка багажа стоит 350 рупий. Можно платить банской карточкой. Можно наличными. Как вам будет угодно. Вот он, наш красавец, аэропорт. Сейчас пойдем искать наш рейс. А, вот смотрите, буквы Е, J, H и так далее. Ну, нам, значит, H там где-то будет происходить сдача багажа и получение билетов. Вот как люди хотят славы. В кадр, в кадр. Передать маме привет папе, инстаграм привет. Ребят, смотрите, покупали мороженое, оплачивали карточкой. Два раза с нас сняли деньги. Ну, это я на камеру, но и вам рассказываю. Поэтому наука на будущее. Внимательно проверяйте, чтобы у вас такая ситуация не произошла. Не отдавайте терминал, смотрите, что там пишется. Потому что не посмотрели и вот там на 10 долларов нас обманули. Так бывает. Мы оплатили наличными потом еще сверху, а потом пришло смс-ку и давление о том, что деньги списаны. То есть надо быть очень аккуратными. Опа. Мы идем на наш терминал H. J, L, N. А где там Машка наша? Не понял. Ну-ка еще раз посмотрим. Так, час тридцать. Туда. Москва H. Красивый аэропорт. Мне нравятся. Слоны везде стоят. Теперь все живые. Вообще погоня была. О, а курс давайте посмотрим. Сколько стоит доллар? 52. А, прошли? А я думаю, где эта Ашка находится? А нас, ребята, тут с двух сторон подписаны. Поэтому будьте внимательны. Смотрите. Мы ищем Ашу, дошли уже до конца. Тут N-буква последняя и все. А вон наш Ашка, оказывается. Видите, буквы с одной стороны и с другой. Они разные. С этой L, например, но с другой там, например, M-буквочка будет. Не волнуйтесь, аэропорт Нью-Дели такой же аэропорт, как в Минске, в Москве или в другом-другом городе. И ничего здесь такого сверхъестественного нету. Здесь есть справочные информационные центры. Вон, смотрите, видите, буквочка И. Если что непонятно, взяли, подошли, спросили, вам все рассказали. Единственное, что на английском языке, но вы всегда сможете на пальцах объяснить. У меня с языком всегда проблемы, и то я умудряюсь. Смотрите, здесь у нас есть регистрация эконом-класс и бизнес-класс. Если бизнес, вы идете по отдельному коридору и без проблем проходите сюда. А если у вас обычная, то тогда вместе вот с нами стоите в очереди, дожидаетесь. Мы сделали... Мы, ребята, сделали электронную регистрацию, поэтому у нас уже места есть. Мы сидим все вместе. Делается это на сайте Аэрофлота. Там есть онлайн-сервис и регистрация на рейс. Номер билета, фамилия ваша. И можно до трех человек одновременно сразу же садить вместе. Но если вы делаете за сутки, то, как правило, места хватает. Теперь нам надо сдать только багаж и получить посадочные билеты. И после этого мы будем проходить паспортный контроль, пограничный контроль, попадать в зону duty-free и все как обычно. Я постараюсь по максимуму вам показать, чтобы у вас было представление, и вы не боялись этого большого аэропорта. Ну вот, видите, мы уже практически дошли до кассы. У меня один багаж, это ручная кладь. Это вот. И вот второй, это уже чемодан. Вес там 20 с хвостиком хж допускается. Сейчас, скажем, касса освободится, мы пойдем. С собой нельзя брать жидкости больше 100 грамм. Нельзя брать ножнички, пистолеты, наркотики, лекарства какие-то. Там перечень есть, поэтому будьте внимательны, иначе выбросить у нас было такое, что там девочки иногда ножнички забывают, там билочки. Все в мусорку тогда мы досмотрим. Ну что, хлопцы, домой хотите? Я еще не поделился. Не, мы вот так. Не-е-е-е. Вы как местные, да, то есть? Иду, come. Все, меня зовут. Машет мне девочка руками. Здравствуйте. 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 Мой паспорт. Посмотрим, сколько у меня. 16 килограмм. Нет. Вот видите, что нельзя. Батарейки нельзя, пауэрбанку нельзя, сигареты, зажигалки, кокосы нельзя. Нет. Нет. Все. 16,2 килограмма у меня всего лишь. Минт. И вот смотрите тоже, что нельзя. Там сейчас было как-то самсунги какие-то нельзя на борт было брать, потому что у них аккумуляторы иногда могли возгораться. Сейчас мне дадут мои билеты. И мы полетим. Спасибо. До свидания. Ну все, я сдал. Ну что, все сели? Уже да. Что такое? Все хорошо. 38, 39 там места. Ну, за исключением. За некоторым исключением, да? Не будем показывать в кадр. Ребят, ну вот смотрите, вот билет, видите, они обвели, что гейт 8 у нас будет в 0,50. Мы найдем с вами, посмотрите, видите там вот гейты. Вот здесь гейт с 1 по 26. Ну вот, соответственно, вот сюда мы и пойдем с вами на посадку. На посадке телом чисто. Вот, вот такой вот, да, что за крупный шум. Ладно, до скорой встречи. Женя, 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 Женя. Работай, работай. Я иду. А вот и я. Здравствуйте. Ты смотри, сейчас зажгешь здесь все. Ты так не лыпься. Пару слов. Я реально счастлива, что встретила вас. То, что вы окружили меня заботой, теплом, любовью. На эти дни я благодарна вам. Я буду помнить вас каждого в отдельности. Таким, какой вы каждый есть. Вашу личность, вашу энергию, ваше тепло. Ну вот, мы заходим в международную. Тут очередь, поэтому лучше это делать заблаговременно. Потому что, если вы не успеете на рейс, это будут только ваши трудности. Белорусы для всех парней. Вот тут вон, смотрите. Опа. Опа. И вопа. Видите, змейку поиграли. Ну, вот здесь мы будем паспорта, а потом у нас будет досмотр. Видите, тут все так прозрачненько. Все. Вот, ребята, все, прошли мы досмотр. Пограничный, паспортный. Паспортный. Мы были последними. Наши коллеги там как-то пытались схитрить. И в итоге все равно я прошел первым. А он еще сдает, его там досматривают. Все очень быстро. В принципе, там в течение 30 минут, если нет никакой пробки, вы это можете быстро сделать. Процедура вся точно такая же, как и везде. Вы сначала сдаете багаж, получаете электронные билеты, находите ваш терминал, через который будет осуществляться проверка документов. Вы проходите паспортный сначала контроль пограничный, потом у вас досмотр идет, и потом попадаете в зону duty free. Вот я все прошел, и теперь вот мы уже здесь. Ну, вот у наших ребят попросили расстегнуть чемодан, потому что что-то там не понравилось или непонятно на рентгене. Иногда там что-то светится, сейчас посмотрят. Ну, я думаю, все будет нормально. Или что-нибудь попросят выбросить, или отпустят с Богом. Я, кстати, вам неправильно сказал, нельзя в багаж, ну, как мне ребята сказали, я немножко недопонял, сдавать аккумуляторы и пауэрбанки. Их надо с собой брать в ручную кладь. Ну вот, судя по всему, так. Ну что, ребят, у вас у всех шок, да, после прохождения досмотра, да? Тебя... Привычно, у меня привычно. А Андрей так вообще там зависит? У меня привычная ситуация. Ты привычно стремался? Да, у него там все сжималось. Ну что, идем дальше. Мы все... Личный досмотр? Да, вон, да, смотри. Где? Вон, вон, вон. В камеру завели? Ну, он все достается. Короче, наш Володя взял с собой... Чем мы разжигали костер? Огниво. Его из-за этого сейчас мурыжат там. Огниво, ну, скорее всего, выбросят. Ну, может быть, и не выбросят. Фиг его знает. Ну, короче, молодец. Додумался. Магний с собой. Володя, он все-таки вот до конца боец, да? То есть, и погранцов этих, и досмотрщиков решил нахлопучить. Огниво, две штуки. На всякий случай два. Он им объясняет, да? Говорит, это то, чтобы костер разжигать. Они стоят и челюсть роняют от такой борзости. Говорит, да это чистый магний. И вы не волнуйтесь. Смотрите, как он горит. Он прожигает все нахрен. Володя, как вы можете эту ситуацию пояснить? Вы согласны? Это правомерно с вами поступили? Они не знают, что такое эбонитовая палочка. Эбонитовая эта палочка? Не знаю. У меня их просто две. Еще и две оказалось, да? Да. Ну, огниво забрали. Что, серьезно? С огнивым... На самолет нельзя, да? Да. Я им объяснял, что мы не умеем им пользоваться. Мы разжигаем костры по два с половиной часа. А в это время это приносит... Ну, или же можно, если разожжем, то подогреть еду. В самолете, да? Может, холодная, да? Объясним, да? Что? Да. Он говорит, мне тоже хочется попстрикать. Короче, оставил себе. У меня еще нож с собой есть. Нож с собой? Что? Что мы пользуемся огнивым? Это форма. А нож не забрали? Он стрикает. Я говорю, так попробуйте. Потому что не работает. Он... Ну, не работает. Ну, это же make fire. Я говорю, ну да. Это не взрывчатка. Не бойтесь. Взрывчатка в другом рюкзаке. Ага. Я ее уже в багаж. Я ее в багаж. Да, Володя, ты молодец. Я в тебе не сомневался. Ты как бы... Не, я говорю, смотрите. Я прилетел с Москвы. У меня они лежали там же. Как повезет. Ну, я говорю, молодец. Вам премия. Намасте. Намасте. Ладно, все. Магазин. Дьюти-фри нас ждет. Еее. Дьюти-фри в огнево продается? Да. Четыре. Ребят, ну вот он, смотрите, у нас. Дьюти-фри. Большой. Акции всевозможные. Ну, конечно. Там и косметика, и туалетные воды будет. Это блок сигарет. Это бухла и курение. А вот, смотри, уже парфюмчик начинается. Потом там сладости. Потом там какие-нибудь местные эти будут еще. Найдешь себе все, что тебе надо. Виктория секрет. В Бали. Эдхоу. В Варовске там еще были. Большой здесь магазин. Большие цены. Прилетите, сами посмотрите. Хе-хе. Хе-хе. Кто не успел купить сувениры, вот вам, пожалуйста. Куча сувениров. Покупайте на здоровье. Четочки. По 100 рупий. Отлично. Шарфики. Короче, на любой вкус. О, весь Wi-Fi фри. Окей. Слушайте, ну большой, большой, конечно, тут аэропорт. Много магазинов. Наша уже половина людей потерялась. Мы идем к восьмым вратам. Хотим посмотреть, где они находятся, чтобы понимать, сколько нам времени до них добираться. А потом уже в дьюти-фри занырнуть. О, Кирилл вынырнул в Армании. Вот то, что мне нравится в этих аэропортах больших. То, что можно вот так вот покататься. И чапаем дальше. Нам еще было написано от 4 до 11 минут идти. Сливкус. Классно, да. Комнаты для сна. А вот смотрите, какие кресла тоже классные. Чик, лег, полежал. В Австрии такие тоже похожие есть. Классно сделано. Аэропорт большой. Здесь вы можете пешком добираться до последнего гейта минут 20. Поэтому закладывайте это время. Вот сейчас я обратно в дьюти-фри возвращаюсь. Пришел мне сменщик. Я могу сходить, поснимать, посмотреть, что там есть. И вот мне минут 15. Сейчас надо таким быстрым шагом идти. Есть, конечно, такие эскалаторы, на которых можно проехать. Смотрите, опа. Или вот на таких машинках, чтобы вас подвезли. О, кстати, тормознул. Можно было прокатиться. Здесь много всяких кафе. Но хочется посмотреть именно дьюти-фри. Посмотреть цены. Что у них здесь. Нормальные вещи. Или все-таки такое. Все, как все в Индии. Оно такого слабого качества. По-другому сказать не могу. Даже вот что-то купить. Кроме сувениров или таких антиквариата. Ну, опять-таки, с натяжкой антиквариата можно назвать это все дело. То даже и нечего. Такие, смотрите, классные штуки есть. Можно полежать, поспать на них. В кровати. Лежаки. Раскладушки. Так. Ну, что тут у нас в Юго-Босна распродажи? Угу. 4370 рупий. 50 баксов примерно. Плюс-минус. Цены в рупии. Угу. Сложно понять. Давайте по акциям пройдемся. По офферам. Джек Дэниелс. Две бутылки за 6320. Это практически 100 долларов. Чивес. Регал. Чип-чип-чип. 3160 за бутылку. Это 50 долларов. 12-летний. О, это что такое прикольная штука. 1500. Old Monk. 2 за 2 700. Это ром, я так понимаю. 1890, 30 долларов. Ну, 20 там с хвостиком. Короче, в Минске цены лучше. Пошлите дальше. Всякие сувениры. Кружечки. Шарфички. Статуэтки. Красота. О, тут даже искусственный водоем. 12-летний. Детский отдел. Всякие конфеты, сладости. О, на пятки все цены в руке. 1340. Вот такой клоун с конфетами. цены здесь duty free в разы выше чем в москве или у нас в минске и на такие вещи как сувениры здесь тоже наценка раза в три-четыре раза выше чем если вы будете покупать где-то в городе так что сувениры и все что вам нужно покупайте лучше не в аэропорту там где вы отдыхаете смотрите здесь как интересно прямо в магазине сидят играют ребята здесь сувениры дорогие здесь дороже сувениры раз 5 чем если вы будете в городе покупать я цену так посравнивал все показал билет пропустили дальше сейчас идем самолет по еще один досмотр ничего себе такого я еще не видел ну да прикольно окей сеньки вот у меня еще один раз проверили его терет такой чтобы они мы заходим на борт у нас там а 300 для отчета ребят я посадил всех рядом сейчас мы сделаем чем местами захочет сядет и спокойненько прийти на канал здравствуйте здравствуйте пожалуйста прямо и направо пробочка маленькая пробка короче самолет здесь у нас большой длинный я ряды взял в конце друзья если вам был полезен данный видеоматериал подписываться на мой канал ставьте лайки с вами был лысинок евгений обязательно пишите комментарии что вам понравилось что не понравилось что вы хотите видеть в новых обзорах какие страны вы хотите чтобы мы посетили для вас викинг туристик проверенное качество отдыха по выгодным ценам на викинг точка билай